МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации Таля Радоакампании Гомель, у студии працует Наталья Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Переправа про Спрыпять одновлена. Людей снова перевозить на катарах. Президент Беларуси доручил в этом году побудовать помеж Житковичами и Туровым новый мост. На варте парадку и законности сегодня у Гомеля пройшел урочистый сход, просвеченный Дню Милиции. Дамский кабинет у стыли Дрезденского барока, годинники, статуэтки, флаконы и сумочки. У Гомеля открылась выстава антикварных предметов, связанных со светом Жанчины. А зараз об этом меньшим больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко доручил в этом году побудовать новый мост помеж Житковичами и Туровым. Такую задачу керавник Дзержавы поставил сегодня по час рабочей с встречи с наместником премьер-министра Михаилом Русым. Керавник Дзержавы означил, что, на жаль, побудованные у советский час мосты мают проблемы. Работы по выконании доручения президента начинаются уже зараз. Одночасово предпринимаются меры по организации постоянно дзеючей пероправы, якая повинна працевать при любым на дворье. Такое потребование прогучало подчас сегодняшнего зного посяжения областного штаба по надзвычайных ситуациях, якое пройшло в Житковицком районе. Как звучит два береги одной раки, ведая Олег Сенсерову. Первый весновый день, сегодня больше подобный на день зимовый. Температура минус 14, мостный ветер и снег. А именно вот такое несприяльное на дворье, не споняя работы по организации стабильной пероправы про сроку Припять. Перевозка людей про Припять снова отновилась. Правда, само место пероправы изменилось. Когда ранее ее спробовали организовать непосредственно, когда пошкодженого стационарного моста, то теперь сместили негде на два километра до авиаски Борки. В туматчицах это не какими причинами. Во-первых, зараз начинаются работы по ремонте основного моста и пероправа коллегу будет створать значные проблемы для бодонников. По-другому, новое место, больше сручное, в стропке гречения поводковой ситуации. Пойма у этом месте потапливается значительно меньше. Для организации перевозки заденечили ледокол, який своим ходом пришел с Гомеля. Транспортное сообщение между Житковичей и Туровым очень важно для региона, очень важно для людей. Поэтому вчера ледоколом Байкал было пробито майно во льду. Поздно вечером спущены два катера. Ледокол будет постоянно базироваться у нас на территории. В случае необходимости он будет задействован. Первый катер перевозить людей на початку 11-й годины. Сверху-то его пассажиров уже харка ввески кольна не на головач. Кажет, что мальты день тому поехала у Туру у гостя до дачки и зятя, где и затремалась. Пять дней тому назад приехала переправа, только переправа из туда. И все, смс пришла на телефон, что переправа не работает. И осталось вот по сегодняшний день. Ну а сегодня опять пришла смс, что переправа работает. Постоянная переправа, необходимая не только местом жахарам, якея накировывается у гостя, и она оказывает значный уплыв и надеянность предприемствам. За рокой просует 300 жахаров-живковичев. У тем веку, когда 100 человек на Туровском молочном комбинате, спринять вытворчить продукцию тут нельзя, а тому зараз предприемству приходится нести додатковые выдавки. Верятие несет дополнительные еще затраты по доставке работников, горожан через Мозырь, что составляет порядка 4 часов поездки на работу. Ну, вместе с тем порядка 50-60 человек организовано проживание в городе Турове как в гостиницах, так и в местных агроусадьбах. Подчас посередине областной комиссии по надзвучайных ситуациях размова об додатковых мерах, которые дозволят забеспечить постоянную переправу. Уже завтра тут плануется обновить переправу понтонную. Правда, грузовый транспорт будет переправляться не увесь, а то гитой, что забеспечивает деятельность местных предприемств. Подчас крылохода ЕЕ часово разведут, а надо помогу катарам-вортовальнику по переводству людей при деле ледоков. После того, как поводковая ситуация стабилизуется, понтонный мост снова будет заденечен. Одночасово начинаются работы на основном стационарном мосте. Начаты работы по разборке пролетных строений существующего моста через реку Припять. В ближайшее время, когда сойдет лед, значит, будет перекрыто русло реки в зоне существующего моста и будет обрушено потом пролетное строение для его последующей разборки. Сейчас, в настоящее время, архитектурный проект проходит экспертизу. Это будет реконструкция моста. Значит, будет заменено бетонное коробчатое строение, которое сейчас находится над руслом реки. И вместо него будет установлено металлическое пролетное строение. Олег Синтеров, Евгений Макейенко, телерадио компания «Гомель», Житківский район. Чать свертого соковика свое профессийное свято означает особистый состав Министерства внутренних справ Республики Беларусь. На доходящему дню милиции был присвяченый урочистый сход, який отбылся сёння у Гомельским громадско-культурным центры. Сюрод шановных гостей супрацовники и ветераны органов внутренних справ, а так само коллеги с Бранской в области Российской Федерации. Подробностей в нашим наступным сюжетом. На переднем фронте боротьбы со злочинцами знаходятся люди у милицейской форме. И сёння, как и шмат годов тому, яны протягивают забеспечивать правопорадок во усіх сферах життя. Наперед до дні своего профессийного свята вартовые парадку примают веншаванию, знагороды и подяки от керівництва. По случаю празднования самые тёплые, огромнейшие слова благодарности всему личному составу, всем тем ветеранам, которые обеспечили сегодняшний правопорядок в Республике Беларусь на Гомельской области. Вот этот результат он ещё раз показывает сплочение ветеранов нашего личного состава, нашей общественности, всех субъектов профилактики и особенно огромные большие слова благодарности руководителям силовых структур Гомельской области, где мы обеспечим совместно все вопросы порядка, спокоя в нашем городе, прекрасной целом Гомельской области. На сцену выходят специалисты разных отделов управления внутренних справ Гомельского облаконкама. Кожна особливо вызначуяся на службе. Сирот узнагороженных, а их у вогуля, коля 300 человек, есть и жаншины у погонах. Нелегкую профессию обрали гэты представницы выдатной половы человечства. Однако у кожной на гэта дают свои причины. В нашем подразделении довольно созданы такие традиции, которые передаются с поколения в поколение. И у нас не одна семья, есть династия. В том числе я, представитель семейной династии. У меня когда-то отец служил. И скажу, что, наверное, это взаимодействие с тем поколением и есть мотив. Потому что хотелось бы, чтобы все это сохранилось и дальше, чтобы мы передали кому-то то, что нам передали наши отцы и деды. Мужность, профессионализм и отказность, не глядя на час суток и пару годов, я не выходят на оборону громадского спокойствия, редко рискующих уластным життем. По традиции, хвилины молчанья ушановали память милиционеров, которые загинули при выполнении службового обовязки. Сегодня у Знагорода за самоотданную працу для всех супрацовников органов внутренних справ заявляется узровень доверна сельництва, а он с часом только повалишивается. Евгения Кухаронак, Вероника Ворошилина, Игра Марышченко, телерадоя компания «Гомель». В связи с резким погаршением УМОУ на дворе ускладнилась дорожная обстановка. Завея и парывистый ветер поплывали на створение снежно-леденого накату, а на особных участках снежных суметов. Да и увела на территорию Гомельской области план снежные заносы. Увеси собистый состав державной инспекции переведены на усмотненный вариант несения службы. Супрацовники ориентованы на оказание допомоги удельникам дорожного руху, які отрапили у тяжкую ситуацию. Да и просить водителям быть осторожными и отмовиться от небеспечных маневров. У ближайшие сутки характер надворью в регионе истотно не изменится, у прогнозе снеги метелится. Дённая температура в складе 5-7 градусов морозу, ночная до минус 10. Сегодня у Гомеле на базе областного клинического шпиталя инвалидов айчинной войны отбылась встреча насильництва со специалистами в области неврологии и кардиологии. Мероприемство – черговый этап социального проекта у одним вымяренни, який стартовал в Беларуси у минулого года. Республиканская акция накеревана на профилактику инсультов и инфарктов. Мероприемства проходят в формате народной пресс-конференции. Кожный наведвальник может задать питание и отримать на его вычарпальный отказ. Додатково организованы зоны для вымяренния тиску. У одним вымяренни, это совместный проект двойной кампании вытворцы тонометров, национального портала здоровые люди, Министерство ваховы здоровья Беларуси. Социальная программа накеревана на навучание насильства навыкам контроля кровяного тиска и свойчасовое выявление захворывания. Зараз инсульты, инфаркт, галовные причины смертности у Беларуси. Проблема это остро, потому что это демографическая безопасность. Поймите, что процент смертности от инсульта, он довольно высок, это 123 на 100 тысяч в Гомельской области. Но это в среднем при республике даже чуть-чуть выше. Наш гострин на сегодняшний день является ведущим учреждением, касаясь патологии инсульта. Это как раз та патология, которая связана с болезненными кровоурощениями. И вот в нашем госпитале мы много уже методик разработали по лечению этой патологии. За год, чтобы просто были в курсе, в нашей области происходит около 5 тысяч инсультов. Через наш госпитал проходит примерно около 2 тысяч. Правильно организованная профилактика может выротовать значительно больше людей, чем самые сучастные методы и способы лячения. Таких погляда упрытрымливаются специалисты центров дружелюбных до подлетков и молодей. На базе этих установ по всей области сегодня в Международный день братьбы с наркоманией прошли профилактические акции. С якими проблемами звертаются до специалистов центров подлетки и их батьки. Доведовалася здоровья соматического и репродуктивного здоровья. И какие-то психологические проблемы. И наши сотрудники центра оказывают комплексную помощь как медицинскую, так и психологическую. У центра проводятся индивидуальные приемы и групповые занятки по основах здорового лада життя. Темы подаются в сучасных в цикавых форматах. Однако части за все подлетки звертаются у центр за допомогой психолога. Подчас в утраке эти занятки высветляется какие проблемы потребуют выращения, махчима и перенокирование молодых людей до инших специалистов. Подростки больше приходят с такими проблемами как эмоциональное состояние, отношения со сверстниками, первая любовь, самоопределение, то есть трудности, целеполагание, постановки каких-то долгосрочных целей, выбор профессии. Люди знают, что здесь они могут получить поддержку, помощь, могут расширить свой кругозор, личностно развиваться. Звернуться за бесплатной допомогой специалистов центра могут неполнолетние и их батьки, незалежно от места проживания. Номеры телефонов для сворота вы зараз бажите на экранах. Евгения Кухаронак, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». С этого дня подать документы на наведывание пограничной зоны и полосы можно, не выходя че с дома. На один импортале электронных послуг с первого соковика активизованы три администрационные процедуры Дзержпагранкомитета. Для физичных особ гэта выдача пропусков у пограничную зону и полосу. Для юридичных особ з'явилася макшымасть подавать ходайництвы и списы на отримание дозволу на господарчую и иншую деятельность у пограничной полосе. До инших тем. Больше, як 240 беспрационных было накеровано на прав навучание у «Гомеля» с початку года. Як поведомили у городским управлении по праце, занятостей социальной обороне, на перше по угодзе сформированы план-график профессийной подрыхтовки и переподрыхтовки. Плануется, что навучание будет проходить по 40 на прамках, а володать новыми навыками смогут все жадающие. С этого дня у большинства регионов Беларуси у тем лику Гомельской области уведен заборона на лоулю с Чупакам. Про это нагадываются Державные инспекции Аховы Живельного и Раслинного Свету. Аховные меры связаны с початком неросту. У пяти регионах заборона будет должиться с 1-го Саковика по 15-го Красавика и только у Витебской в области с 9-го Саковика по 25-го Красавика. У картины галереи Гаурила Вашенки открылась выстава антикварных предметов «Ах, уже гэты жаночые штучки». Раритетные экспонаты представлены с приватного сбору коллекционера Сергея Пуцілина. Выстава просвечена до свята 8-го Саковика, а таму все выставочные предметы так цей «Накш» связаны со светом жанчины. У стенах галереи разместились живописы габелены, фарфоры, скульптура, шматлики, жаночые аксессуары. У их леку флаконы для духов, сумочки для балю, пригожые головные оборы и пальчатки. Среду уникальных предметов дамский кабинет у стыли Дрезденского Барока, гадзинники и статуэтки с выявами любовных сцен, бюро конторки эпохи Наполеона Третьяга. Экспозиция дозволяет экрануться дарычал, які заховываются большим вековую память саправдных историй життя светских дам и могут шмат цикавого рассказать про своих господинь. Выставка будет интересна наверное всем жителям города Гомеля, гостям. Женщинам особенно. Будут интересны различные аксессуары, флаконы для духов, парфюмы, футляры для помад, веера, сумочки, кошельки. То, что более тесно связано с миром женщины. На открытии выставы атмосфера минулой эпохи была подтримана и стилизованным танцевальным выступлением. Высокородные дамы и кавалеры на час перенесли гостей у антураж святочного балю. Так само напереда днём 8-го соковика у стенах галереи отбылся врачистый приём членов Гомельской областной организации громадского объединения Белорусский союз женщин. Больше подробно про это мероприемство мы расскажем завтра у наших выпусках новинов. Это и так само иншые новины вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры де-факто и спортивный агляд. Я с вами развитваюся, жадаю удалого вечера и до новых с устретшей эфиры. Эфир телеканала Беларусь4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом реальные результаты работы правоохранительных органов по предотвращению и раскрытию наркопреступлений. Следственное управление УСК по Гомельской области завершило предварительное расследование уголовного дела о приобретении, хранении и перевозке особо опасных психотропных веществ совершенного группой лиц. В ходе расследования было установлено, что двое жителей Гомеля добровольно вступили в возглавляемую неизвестным лицом организованную группу. Через программы мессенджеров молодые люди связывались с так называемыми операторами, которые сообщали, где на территории города спрятана крупная партия психотропных веществ. Гомельчане выступали оптовыми и розничными курьерами, оставляли в заранее оговоренных местах уже расфасованные пакетики с психотропами. Установлено, что жительница города Гомеля, 18-летняя совместно с жителем города Гомеля 19-летним осуществляли незаконную деятельность связанную с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ на территории города Гомеля в составе организованной группы, работая в качестве курьера в интернет-магазине по распространению психотропных веществ. Санкции вышло указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет с конфискацией либо без конфискации имущества. Предъявленные обвинения по уголовному делу основываются на результатах экспертизы, которая показала, что курьеры через интернет-магазин действительно распространяли наркотические вещества. По данному уголовному делу сотрудниками нашего отдела были проведены более 10 экспертиз, согласно выводам, в которых в представленных веществах содержалось особо опасное психотропное вещество, неиспользуемое в медицинских целях, альфа-ПВП. На днях сотрудники наркоконтроля советского РОВД Гомеля задержали гомельчанина 1979 года рождения, который в личном авто перевозил на свай, а в одежде прятал марихуану. Во время задержания мужчина попытался избавиться от содержимого кармана в куртке, высыпав зеленую траву на снег. Личный обыск показал, что часть растительного вещества все же осталась внутри. При осмотре иномарки правоохранители обнаружили пакеты с некурительным табачным изделием на свае. Часть уже была расфасована по дозам. Общий вес изъятого на свае составил 3220 грамм. Что касается растительного вещества, которое было найдено в карманах подозреваемого, а также возле автомобиля, то, согласно заключению экспертизы, это оказалось марихуана общим весом 2,95 грамм. По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. В завершение оперативной информации сотрудников госавтоинспекции Гомельской области. На территории региона за прошедшие сутки зарегистрировано более 540 нарушений правил дорожного движения. ГАИ региона информирует и о 50 дорожно-транспортных происшествиях, в которых два человека ранены. Ими оказались 20-летняя девушка и 22-летний парень, пассажиры автомобилей Opel Vectra и Audi A4, которые столкнулись на трассе Гомель-Кобрин на территории Калинковического района. Таков обзор криминальных новостей к этому часу. Берегите себя и своих родных. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До встречи в эфире. Калинковского района также провел очередной контрольный матч. В Бобруйске на стадионе имени Прокопенко зелено-белые встречались с Белшиной. Игра проходила в непростых условиях из-за снегопада. Справиться со стихией и полем лучше получилось у хозяев. В каждом из таймов Белшина отправила ворота Гомеля по одному мячу. Хотя бы на один гол в ответ команда Вячеслава Герасченко не сподобилась. Победа представителя первой лиги 2-0. Если в экстралиге чемпионата Беларуси по хоккею нокаут-раунд стартовал только сегодня. Напомню, Гомель на своем льду встречается с Динамо Молодечной а Жлобинский Металлург в Солигорске с Шахтером. То в высшей лиге уже определились полуфиналисты. Гомель 2 в четвертьфинале в серии до трех побед со счетом 3-1 одолел Арарат и за право сыграть в финале сразиться с дублем Шахтера. 4 и 5 марта команды проведут поединки в Гомеле 8 и 9 в Солигорске. Параллельно на вторую путевку в серию за золото оспорят юниоры команда БФСО Динамо. Третий тур розыгрыша гонбольной Балтийской лиги среди женских команд пройдет в Гомеле. Первый соревновательный день уже завтра. В турнире принимают участие гонбольный клуб Гомель, Львовская Галычанка, Городничанка, Литовские Жальгерис и Горлява. Отмечу, что Горлява тур в Гомеле пропускает. Первым и второго марта на паркет дворца игровых видов спорта выйдут хозяйки гонболистки Гомеля и Львовская Галычанка. Игра начнется в 10 часов. В 18 часов Галычанка играет с Городничанкой. В 19.30 Гомель с Жальгерисом. Все игры будут проходить в Гомельском дворце игровых видов спорта. С расписанием игр 3 и 4 марта можно ознакомиться на официальном сайте гонбольного клуба Гомель. Напомню, что гомельчанки действующие чемпионки Балтийской лиги. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.